Аааа, вы меня спросите, что же делать в такой прекрасный январский день, когда мы уже прокакали с вами половину зимы, когда на улице температура всего лишь минус 28, когда дует такой прекрасный, немножко холодноватый ветерок, который пробирает тебя до самих костей, что же делать? Мы с мелким тебе можем посоветовать только одно. Единственная неповторимая горка во всем городе ютуберов, только мы с мелким можем вам предоставить самые незабываемые впечатления за всю вашу жизнь, всего лишь за две золотые монетки вы можете почувствовать адреналин в вашей крови, который вы никогда не чувствовали. Баблога, не катайся, Аленка, Олечка, или как там тебя зовут? Ага, ага, так, все, садись, садись и просто прямо, никуда не сворачивай, ни налево, ни направо, мелкий, подтолкни ее, подтолкни, давай, давай, прямо, прямо, с горки главное не упади, с горки не упади! Сейчас в дерево, кто врежется в дерево, я его не буду отводить в больницу, сам туда пойдет, даже если у вас сотрясение будет. Говорю, прямо, она поехала налево, Степа, вытащи их там, это твоя работа, отведи их, у детей стресс, туда их отведи! Бабло, на бочку, вот это, ванчос, и запрыгивай, мелкий, подталкивай его, давай, прямо, главное, прямо, не сворачивай, если в дерево врежешься, как Олечка, это не мои проблемы будут, прямо! О-о-о-о, Степа, останавливай, Степа! Молодец, вот ванчос, как всегда, самый умный. Здравствуй, Андрюшка! Слушай, сколько лет, сколько зим мы тебя не видели? Сколько? Там много! Бабло на бочку и давай, вперед! Ага, все, мелкий, подталкивай Андрюшку. Главное, прямо, Андрюшка, никуда не врежься, налево, чуть-чуть налево, 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 левее, 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 вот тормози, 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 задрифтило, тормози, тормози! Минус, Андрюшка. Степа! Зови Лену Ветлянки, ну быстро, в скорую звони, дети, в скорую звоните, зовите! А-а-а, опа, а что так быстро можно было? Так, мелкий, давай спускайся, давай, иди помогай, иди помогай, давай быстро спускайся! Наверное, многие меня сейчас спросят, типа, Эдисон, на кой черт ты здесь стоишь, и на кой черт ты у людей деньги берешь за эту горку, если она как бы бесплатная. Она не бесплатная, она ничья. А как говорится в бизнесе, если это не ваше, значит будет наше. Что упало, а то пропало. Что бесплатно, будет платно. Вот, я действовал с мелким именно по такой вот схеме. Так, так, сейчас, подожди, если мелкий побежал вот так, значит я спущусь вот так. Надо детям на своем примере показывать, как кататься на вот этих горках, просто прямо. Степа! Лови! Лови, 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 лови! Слабай, слабай! Останавливай, останавливай! Степа! Степа! Все, 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 тихо, 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 ничего не делаю, ничего не делаю, ничего не делаю, оно само крутится. Опасно, на самом деле опасно. Вот, настолько опасно то, что каждую серию у нас тут кто-то сотрясение головы получает. Андрюшка! Вставай, я видел то, что ты встал, вставай, Андрюшка, вставай! Тебе как? Елена Витрянкина, мне кажется, ему обезбол надо выписать. Если у вас есть какие-то тут медикаменты, пропишите ему что-то там. Сейчас я ему обезболивающее вколю и в больницу его. Андрюшка, не рыпайся, как комарик ужалит. Ай! Ничего, ничего, Андрюшечка, пошли за мной. Давай, давай, в следующий раз будешь аккуратнее кататься на вот этой колымаге. Я тебе говорил просто прямо, а не налево или не направо. Вот в дерево и шандарахнулся. Отведите его, пожалуйста, в больничку, если там сотрясение, там, я не знаю. Чаечек со спринкой заварим, легче станет. Давай, Андрюшечка, давай, чем быстрее дойдешь, тем быстрее начнешь лечиться. Все, погнали, погнали, давайте. Так, а мы, дети, вы дефибриллятор забыли, или что тут вы забыли? Елена Ветрянкина! Ай, на кой черт ей вот это... Если их, Степа, забери, потом на базаре продадим. Ладно, короче, дети, это еще не все. Аленка, ванчос, мелкий, все сюда, дети, все сюда, все сюда. Естественно, то, что на вот этом все наше развлекалово на сегодня не заканчивается. Руку вверх, кто хочет прокатиться по всему городу паровозиком на санках. Все, даже Степа, Степа, ты тут охранник, ты не будешь кататься. Значит, делаем вот так. Все за мной, все за мной. Собирайте лодки, давайте все в ряд выстраиваем, все в ряд, давайте. Моя лодка первая, я ставлю ее вот сюда. Давайте, все в ряд. Аленка, Олечка, не деритесь. Берем мое чудесное приспособление, которое я нашел до этой серии. Как раз таки вот из-за этого я и придумал вот этот паровозик. Так, соединяем, потом вот эту лодку соединяем с этой, эту с этой и эту вот с этой. Так, все. Во-во-во-во-во, тихо-тихо-тихо. Рассаживайтесь, ванчос, мелкий. Так, я за первую, мелкий, ты со мной сюда, давай садись. Аленка, засандаливайся. Степа, ты охранник, ты не будешь с нами кататься. Ну, 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 я тоже хочу. Степа, ну ты за детьми должен следить, какие нафиг паровозики, алло. Ты взрослый молодой мужчина. Ну, пожалуйста. Ладно, со Степой спорить бесполезно. Все держатся, значит погнали, давайте. Пристегивайте ремни безопасности и держите покрепче. Главное, поворачивайте за мной и никуда не вречьтесь, как Андрюшка в какое-то дерево. Так, за мной, за мной, конечно, кукарачить по сторонам туда. Все же, лед как-никак. Сейчас направо, направо, направо. Паровозик тыр-тыр-тыр. Согласен, все, посогласен. Все за мной, никто там не потерялся, никто не отстал. Мы уже почти приехали. Направо, никто в столб. Главное, не врежьте, я и сам врезался. Сейчас, подождите. И вот сюда в скамейку тоже не врежьте. И вот здесь заканчиваем. Все, я выберу, чтобы мне никто ничего не разбил случайно. Ага, говорю, в столб не врежьте, в итоге три лодки в столб врезались. Степа, помоги им там, пожалуйста. Ну что, дети, кому понравился наш паровозик или нет? Руку вверх, кому понравился? Ой, всем понравился. Даже Степе понравился. Ну тогда мы будем чаще устраивать вот такие небольшие сходочки. Спасибо каждому, кто пришел. Спасибо каждому, кто сегодня участвовал. Но сейчас у меня для вас есть небольшое задание, небольшая просьба. Вы сейчас отправляетесь домой, потому что, как бы, все, наше путешествие закончилось по городу. Отправляетесь домой, но по дороге созывайте весь город. Всех, кого увидите, говорите, что сейчас будет открытие заправки. Каждый, кто пройдет мимо вас, говорите ему, чтобы он бежал на заправку. Всем все понятно? Все, давайте, по домам, по домам, по домам. Быстро, быстро побежали. Давай, 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 давай. Молодцы-то такие, молодцы. А нам с вами, пацаны, надо выполнить то самое поручение, которое нам дал бомжара в предыдущей серии. Прийти на мероприятие, которое он запланировал в честь открытия заправки. Че жопы мнете? Давайте быстро по лодкам и погнали. Что один, что другой. Быстро, быстро, мелкий. То самое поручение, которое бомжара дал в предыдущей серии. Чтобы я пришел к нему на заправку. Чтобы я созвал как можно больше своих знакомых сюда. Чтобы я пришел и чтобы я ее открыл. Красная ленточка. Ой, вы только посмотрите. Значит, сегодня у нас здесь будет грандиозное открытие, да? А еще мне в конце заплатят 10 стаков золотых монет, которые я потом отдам мелкому. Если он станет сыротой. Потому что сегодня в конце серии я отправлюсь вот туда. К тому самому зловещему дому. А че? Мелкий, иди в ресторан и прочитай вот то самое кровавое послание, которое написано на стенке. Ну вот. Рыдай. Потом будешь рыдать, когда еще раз придет сюда маньяк и еще кого-то там. Короче, не важно. Здравствуйте, бомжара, здравствуйте. Я вижу, вы здесь нехилую такую заправку нафиг построили. Здорово, мужики, здорово. Сою... Так, хорошо, сюда мы заглянем немножко позже. Давай, давай. Я все подготовил. Ножницы. Вон ту ленточку красную разрезать, когда все придут. Ага, я понял. Вот разрежем вот с этой части здесь. И вот здесь разрежем. Все понял, все будет, бомжара. Не переживай. Я тебе зуб дал, слово дал. Значит, я это все сдержу. Сейчас ждем, пока все припрутся. Что-то ты мало людей как-то позвал. Так еще даже никто не пришел. Откуда ты знаешь, мало людей. Вот уже Людмила бежит. Вот Гришка Петалькин. Вот Рикардо. Вот Маргарита Степановна. Все прибежали. Ура! А ты говоришь мало. Ты говоришь мало. Так, сейчас. Надо речь толкнуть. Речь сначала толкнем. И потом всех сюда пропустим. Дамы и господа. Ну, и Рикардо. Торжественно рад вас поприветствовать сегодня на нашей заправке. Это, разрешите представить, первая заправка во всем городе ютуберов. И также разрешите представить, открывает ее наш любимый, всеми любимый мэр бомжара. Давайте ему похлопаем, он пюре и в жизни помылся. Пахнет орхидеями просто. Но вы не подумайте, естественно, то, что это не все. Бомжара наконец-то взялся за свою светлую голову и пообещал мне, по секрету вам всем скажу, только вы никому не горите, Бомжара пообещал открыть новый торговый центр, еще примерно три аптеки. Потом пообещал открыть автомойку и четыре продуктовых магазина. Заткнись. Тихо, тихо, бомжар, отойди, я тут тебе репутацию делаю, отойди. Пообещал открыть еще одну парикмахерскую и два салона маникюра. Вам, Маргарита Степановна, и вам, Людмила, 100% понравятся маникюры, педикюры и все остальное. Шиномонтажку пообещал открыть, а еще также пообещал открыть детский сад, школу, четыре больницы и также еще пообещал открыть три пожарных станции. Короче, Бомжара быстро заткнулся. Бомжара лучший мэр в этой жизни. Только он, только он. Можете ему еще раз похлопать, если не верите. Все, все, я свою работу сделал, я свою работу сделал. Ой, он немножко преувеличил. Да, не стесняйся, Бомжара, ничего я не преувеличил. Все откроешь, не переживай. Я не все, конечно, открою, только что-то, но скоро все будет, не переживайте. Скоро все будет, скоро... Ой, да будет, ой, да будет, Бомжара, все, отходите, отходите. Вы тоже отойдите. Сейчас я режу сначала левую вот эту ленточку, а потом правую. После этого забегайте, раскупайте весь бензин, который есть только на вот этой заправке. Все готовы? Ну, погнали. Опа, одна и... Опа, вторая. Залетайте, залетайте. Дизель дешевый, ура. Дешевый дизель, да. Ой, как хорошо быть ведущим, как хорошо быть тамадой. Ничего не надо делать, только языком трепаться. Все приходят, все все покупают. Маргарита Степановна, ну что, нравится вам заправка? Будете заправляться? Ой, а что делать, если машины нет? Ааа, да, поддерживаю. Ааа... Ну, это уже другая проблема. Заправка есть, бензин есть, а то, что машины у вас уже нет, это, наверное, не мои проблемы. Фу, у меня целый салон автомобилей, продам со скидкой, приходите. Кстати, да, 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 мы разрешите представить, это единственный продавец автомобилей в нашем городе. Поэтому, Людмила Маргарита, советую к нему вот это заглянуть. Все, вы тут ходите, разговаривайте с бомжарой, он как-никак владелец этой бензозаправки. А тебе, Рикардо, тебя, Рикардо, я попрошу подойти ко мне, давайте сюда. У нас, как-никак, уже скоро, вот буквально через минут 10, должны стартовать продажи моей новой коллекции мерча, по которой я говорил в предыдущей серии. Если не видел, как будет выглядеть моя новая коллекция мерча, и как Рикардо ее подготавливал, вот здесь ссылочка, вот шандарахни со всей силой, пожалуйста, не расстраивай Рикардо, посмотри на него грустное лицо. Даже не учитывая то, что он смеется прямо сейчас, просто у него грустное лицо. Не расстраивай его, прямо сейчас, Рикардо, надевай вот эту... Надевай мерч новый, надевай. Сыновись в спину, я сейчас всех позову, а потом ты всех завлекай в наш магаз. Да, пипушенцы, это еще та, Рикардо. Дамы, господа, разрешите, пожалуйста, еще одно объявление сделать. Все сюда, все сюда. Мелкий, ты тоже со Степой сюда. Вы с ума сошли двое. Ты что на голову себе нацепил? Ладно, будете завлекать всех сюда. Встаньте вокруг меня, встаньте, встаньте, все встаньте. А, да, встаньте сюда, Степа. Если я вас всех уже сегодня здесь собрал, благодаря, конечно же, бомжаре, и благодаря, конечно же, вот этой заправке, почему бы вам еще одно объявление не сделать, верно? Разойдитесь в стороны, мои братья Степой. Мелкий, мелкий мой сын, если что. Рикардо, как только будешь готов, поворачивайся. Держите мои деньги, продайте мне его. Так, так, а вот сейчас, тихо, 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 да, я вижу, всем он понравился. Естественно, нереально крутой мерч. Вот на самом деле, любой из вас может его купить прямо сейчас, в эту же секунду. Как бы, и ты тоже. Ссылочка на магазин есть в описании, там можно купить вот коллекцию мерча. Со мной и Катей Рикардо, проводите, пожалуйста, всех вот этих моих будущих покупателей к нам в магазин. Давайте! Побежали, побежали, побежали! Кроме тебя, бомжара, нам с тобой еще рассчитаться надо. У меня времени мало, давай бабки гони. Слушай, а мерч можно? Без проблем, давай мы с тобой рассчитаемся. Ты же обещал 10 стаков золотых монет за то, что я сюда всех позову на твою заправку. Бабки гони и сам беги, покупай весь мерч. Да, все прошло замечательно. Мне кажется, каждому Тамаде всегда приятно это слышать. Я старался, хоть я даже практически ничего не сделал, просто реально поговорил. Я буду тебя приглашать на каждое открытие в нашем городе. Если каждое открытие по 10 стаков золотых монет, я себе через месяц весь этот город выкуплю. Просто каждый дом в этом городе куплю. Давай, пошляй бабки, я просто на мели, давай. Пересчитай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Или один стак уже у меня был. Короче, все нормально, бомжара, все нормально. Все, 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 спасибо, все, спасибо. А можно мне стак? Ага. На, Степа, не слипнется, ничего. Я вам предлагаю посмотреть, как у нас здесь идут продажи в нашем магазине. Маргарита Степановна. Вау, это самая лучшая одежда. Так, 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 выбегай, выбегай, Степа, жене твоей понравилось. Дальше у нас там Людмила, Гришечка и бомжара. Ааа, плюс Людмила, плюс пипука в нашу семью. Дальше Гриша. Гриша сразу два покупает, два мерча. Бомжара, отойди. Вау, как круто. И еще плюс один, ну и последний остался у нас бомжарчик. Дайте мне все. В смысле все? Весь ваш склад, я все куплю. Воу, 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 не, 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 бомжара, как бы. Я на самом деле не против, я бы продал тебе сразу весь склад, главное, чтобы ты все купил. Оставь другим посетителям, не только же ты хочешь мерч. Одному посетителю не больше трех футболок на руки. Ладно, дайте мне три штуки. Бомжара, ты помылся. Бомжара, ты оделся в новую чистую одежду. Да слушай, да ты прям новый человек, как будто заново родился. Я тебя поздравляю, честно. Прям хороший мэр, хороший. Все, а сейчас давай сваливай. Просто у меня очень много дел. Спасибо. Тебе спасибо, бомжара, тебе спасибо. Смотрю я на вас двоих. И мне единственное хочется сказать. Биба и Боба, два дальнобойщика. Да, что один, что другой. Да снимите вы эту фигню у себя из башки, алло. Ладно. Так, стойте. Вы выйдите на улицу на секунду, я сейчас подойду. Выйдите. Рикардо, не хочу накаркать заранее, но возможно мы с тобой последний раз видимся. Возможно завтра я не вернусь. Просто сегодня как раз таки третий день после того, как маньяк мне сказал и написал мне на стене в ресторане, чтобы мы с ним встретились в его доме. Он сказал, чтобы я пришел сам и мы наконец-то выясним, как мужики один на один. Я не знаю, что он хочет выяснить, но что-то со мной хочет выяснить. Поэтому я должен туда прийти. Рикардо, единственная просьба. Все бабки, которые ты получишь с моего бизнеса, копи у себя, пожалуйста, на своей карте в банке. Как только мелкому стукнет 18 лет, как только вот та пипука станет совершеннолетней, все мои бабки и все мои бизнесы перепиши на него. А пока что ты здесь будешь главным. Все понял? Три раза махни, если да. Все, молодец. Не вникайся, пожалуйста, в подробности. Я очень сильно надеюсь, что сезон жизни ютубера не закончится после этой серии, но все возможно. Нет, не... Рикардо, ты мужик или кто? Не плачь, пожалуйста. Мне просто надо выяснить. Маньяк сказал, что если я сам не приду, тогда все то, что он делал до этого момента, все это продолжится. А я не могу рисковать с жителями города ютуберов, поэтому... С тобой, мелкий, я тоже прощаюсь. Надеюсь, не навсегда, но я должен пойти. И с тобой, Степа, тоже прощаюсь. Тоже надеюсь, не навсегда, но я должен пойти. Сам! Нет, как же я без тебя не уходи! Степа, у тебя Маргарита Степановна есть, у тебя жена твоя есть. Если я не вернусь, пожалуйста, усынови мелкого. Ты как мой брат. А ты как мой брат. Хоть ты мне и в отцы годишься, но ты тоже как мой брат. Ладно, пацаны. Я пойду. Встретимся с вами. Рано или поздно. Стой! Биту возьми. Вот бита мне на самом деле пригодится. Ты мне отдаешь свою рогатку? Мелкий! Мелкий, подойди сюда! Подойди сюда! Я тебе никогда это в жизни не говорил. Уже учитывая, сколько мы с тобой записываем жизнь ютубера. Хоть ты пипука, пипучная, еще та, честное слово. Вот ты такой проблематичный, пацан, я тебе говорю. Вот я не знаю, но... Мелкий, на меня посмотри. Хоть ты засранец, но я тебя люблю. Никогда никому эти слова не говорил, честно. Но мы с тобой, возможно, в последний раз видимся. Ты это понимаешь? Пап! Пап! Вы это видели? Он опять заговорил! Надеюсь, я еще вернусь. Но все же мне надо выяснить, что от меня хочет этот... Маньячинов срад! Да ну его нафиг! Он меня папой опять назвал. Паписяка мелкая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...